Всем здравствуйте! Это новости Турции, наш последний выпуск в 2023 году. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я хочу сказать о том, что я живу в Турции, я перевожу на русский язык новости из открытых официальных источников здесь, в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, так что обязательно подписывайтесь, а мы с вами начинаем. Наш сегодняшний последний выпуск в 2023 году. Мы начнем, к сожалению, с неприятной, ужасной новости. Прошедшей ночью, ближе к утру, произошла страшная авария. Межгородские автобусы столкнулись. Вообще в аварии участвовало 7 транспортных средств. Из-за очень сильного тумана, минимальной видимости, произошла автокатастрофа, в которой встретились несколько рейсовых автобусов и частных автомобилей. Сразу же на месте пострадало больше 54 человек, которых госпитализировали. И 10 человек погибли, и это сразу же мертвые люди тут же на месте. Сегодня буквально вся Турция говорит об этой катастрофе. Это обсуждается, это самая главная новость сегодняшнего утра. Но к трагическим новостям, которые произошли несколько дней назад. Буквально 4-5 дней назад, в прошедший уикенд, выходные, в ходе террористической атаки на севере Ирака, к сожалению, погибли 12 турецких военных. Сначала было объявление о 6, затем через 12 часов сказали, и раненые были, но в итоге погибло 12 человек. Все эти последние 4-5 дней только об этом и говорят, по сути, в новостях в стране. Вспоминают этих парней в интернете, видео из их социальных сетей, сторис различные, интервью с их родителями. Конечно же, на этой... Соответственно, Турция в ответ сразу же давала очень много атак, бомбардировки были курдских вот этих террористических мест, если так можно сказать, где они скрываются. Но хочется обратить внимание на социальный, политический вес этой ситуации. Конечно же, у нас сразу же внутренняя политика всколыхнулась. И эту ситуацию каждое из направлений, правящая партия, оппозиция начали трактовать по-разному. Новый предводитель ДжГП, недавно избранный, он оброшился с критикой, конечно же, на власти о том, что, в принципе, если правильно вести политику, не должно быть вообще никаких террористов, каких-то террористических угроз в государстве, и наши солдаты не должны погибать. То есть, в принципе, логичная риторика, да, это очень понятно, да, очень логично, так оно и есть. Но в момент это происходило, сразу же в субботу, в первый же день вот этой трагедии, когда вся страна оскорбила, и произошло это не в нужный момент, поэтому на него обрушилось остальные 50% населения в стране, которые сказали о том, что тела еще не захоронили, вы уже тут делите поляну, политические заявления различные делаете, высказывания, это неуместно. Его просто, когда он показывался на встрече возле дома одного из солдат, и там на местах захоронений, и так далее, в общем, публичные лица принимали участие, там в захоронениях внутри всякие давали и тому подобное. В общем, когда он появился на публике, его освистали, условно говоря, ему пришлось бежать оттуда. В общем, были споры в парламенте и после 12 военных их гибели. Парламентарии высказывались на эту тему, что они хотят вести решение о введении национального траура вообще в стране. И ДжГП и прокурсская партия ДЭМ сказали, что хотели бы эту тему обсудить более детально на Генассамблее, то есть они, по сути, отказались вводить этот траур. Ну и про государственных СМИ, про политических именно, лидеры ДжГП и Курдской партии в правительстве, их просто назвали напрямую способниками террористов. Почему? Потому что они не хотят вводить вот этот всеобщий в стране траур. Они воздержались. Но они не были против, хочу отметить, а попросили о том, что разобрать это более детально. На самом деле разговор был там о том, чтобы наказать виновных в гибели этих военных, то есть о виновной политической партии условно, почему вообще вот эта вся ситуация могла произойти, чтобы было какое-то нападение и так далее. То есть они хотели детального разбора этой ситуации, прям наказать на местах людей, которые несут за эту ответственность. Высказался недавно президент в сторону Нитаньяху. Нитаньяху ему уже успел ответить. И Эрдоган сказал, мы видели нацистские лагеря Израиля, не так ли? Чем они отличаются от Гитлера? Они еще похлеще Гитлера уничтожают газу. Их поддерживает при этом Запад. Но и в свою очередь Нитаньяху тоже ответил в политете таком, что Эрдоган сам хорош, у них есть терки с курдами, это тоже такая национальная беда вообще, проблема нациалистическая. В общем, он сам ничем от фашиста и не отличается. Ну, как всегда, перебросились с несколькими фразами публичные панчи, публично ответили друг другу. Каких-либо сподвижек капитальных это за собой не несет. Также вчера президент установил МРОД на 2024 год. В данный момент с 1 января он будет составлять у нас 17 тысяч 2 турецких лиры. Мы можем округлить до 17 тысяч лир. С одной стороны, это практически чуть меньше в районе 600 долларов. Но для сравнения, сумма звучит как бы неплохо для многих стран, но учитывая инфляцию и стоимость жилья, аренда в Стамбуле в среднем начинается от 17 тысяч лир. И это еще надо поискать, это маленькая квартира, не в самом лучшем районе, естественно. Такой эконом-вариант. То есть МРОД это сумма, по сути, аренды жилья на данный момент в Стамбуле, который у нас есть. Если мы будем смотреть другие города поменьше, конечно, там аренда жилья будет подешевле, но не супер критично, как бы небольшая разница будет. Также сегодня в Ишильюрте, это Малатия провинция, было землетрясение 4,6 баллов. Про землетрясение хочется отметить, что они периодически до 5 баллов очень часто бывают. Вот Стамбул трясло недавно. Малатия все по вот этим разломам потихонечку начинает потрясывать. Такая статистика, если ее можно подвести, что это регулярные, частые уже стали землетрясения, но баллами, либо они на большой глубине, либо там баллов не так много, до 5 баллов в среднем. 4,3-4,6 разрушений за собой не несут, и разрушений у старых зданий в том числе. Пока что по землетрясениям обстановка в Турции вот такая. На турецком телеканале ТГРТ уволили журналистов, не одного только журналиста, в выпуске новостей. У женщины на столе стоял стакан Старбакса из-под кофе. Она просто пила кофе и забыла стакан брать. Сразу же буквально возмутились из-за отмены Израиля, естественно, потому что в листах отмены Старбакса, и они сразу же уволили не только ведущую, но и редакторскую коллегию, кто этот выпуск новостей и делал, кто не досмотрел. Редактор, который сидел за кадром, в общем, сразу уволили несколько человек. И в Твиттере женщина, эта ведущая, дала только один комментарий на эту тему, вот ее цитаты. Самый мой искренний ответ, который я могу вам дать. Я человек, и я забыла там этот стакан. Вот и все. Никакого смысла это не несло. То есть, конечно же, многие конспирологи подключились к некой пропаганде, что вообще канал ТГРТ вообще, наверное, поддерживает Израиль против Палестины и так далее. То есть, начался такой маховик, началась закручиваться такая история, очень много конспирологии, просто несуществующих каких-то фактов начали этому приписывать, что через несколько дней эта ведущая дала подобный комментарий, объяснила, что она просто пила кофе, и она просто забыла стакан. А мне, кстати, интересно ваше мнение на эту тему. Напишите в комментариях, как вы считаете, если журналист работает на проправительственном канале, должен ли он идеологически соответствовать этому каналу, поддерживать его, или как минимум не забывать какие-то вот эти атрибуты, убирать или корректировать как-то свое поведение. То есть, и на публике, не только если в эфире мы берем, а вообще на публике, и в соцсетях вести себя точно соответствующе, как и нарративы на этом госканале присутствуют. Как вы думаете, напишите комментарий. Хорошая новость для иностранцев. Если вы помните, то если вы заезжаете в страну, ваш иностранный смартфон, телефон, он может работать в течение 120 дней. С 1 января этот срок увеличен до 180 дней. По факту полгода работает ваш телефон. Затем он только блокируется. Еще есть телефон сейчас двухсимочные. И активируешь один слот, проходит полгода, ты вставляешь симку во второй, и также еще оно по новой будет работать. То есть, блокировка самих слотов происходит. Поэтому, у кого двухсимочный аппарат, например, то есть, по сути, вы в Турции теперь можете находиться год и приобретать другой телефон или разблокировать налогом. Ваш телефон не придется. В ходе операции полицейской была накрыта очень большая банда. И у них были конфискованы люксовые автомобили. Феррари, Бентли. И весь этот конфискованный автопарк отдали полистрафик, то есть, патрульным полицейским для дежурства в городе в Стамбуле. И сейчас их обклеили, ребрендинг, конечно, сделали, обклеили полицейскими наклейками, вели в штат эти автомобили. Сейчас патруль у нас происходит в городе, и туристы с этими машинами фотографируются. И вообще такое, типа, ощущение было в народе, чувство справедливости некого. На Феррари, Бентли теперь люди патрулируют, полицейские. Конечно же, это был такой фурор. В стране это все наблюдали, обсуждали. Ну и в Стамбуле очень многие фотографируются, постят в соцсетях рядом с этими автомобилями. Целый год, да, примерно год с июля был закон о том, что раз в год можно повышать арендную плату за жилье только на 25% от предыдущей стоимости. И вот этот закон, он был очень свежий, новый, не так долго длился. Он был очень активно использовался в судебной практике, когда открывались, у нас очень часто, если что-то не нравится, можно идти в суд. Многие дела открывались, арендодатели и арендаторов, когда хотели съехать, когда поднимали стоимость оплаты, то в такие моменты вот этот закон очень пригождался. И люди очень многие оставались в своем жилье, не съезжали, снижали стоимость, ну как бы обоснованно нарушался этот закон, и стоимость жилья не поднималась. То есть можно, если у тебя есть контракт, только на 25% поднять после года проживания стоимость жилья. Так вот, с 1 июля 2024 года планируется отмена этой поправки в законе, и ограничение в 25% на аренду после года эксплуатации жилья, к сожалению, работать уже не будет. В одном из университетов Стамбула у студентов произошел конфликт с преподавательницей, женщина светская, а студенты религиозные. Если вы знаете, во многих публичных местах, в торговых центрах, в государственных учреждениях, в учебных заведениях, ну да везде фактически присутствуют молильные комнаты, да, когда люди в какой-то период времени, когда им нужно помолиться, могут реализовать эту потребность. Так вот, это преподавательница светская, она зашла в молильную комнату, если вы не знаете, то это нужно обязательно помыть руки, ноги и разуться. Учительница в обуви, в туфлях зашла в молильную комнату, когда ей студенты, которые там находились в молильной, сделали замечание, она ответила, что это светское государство, и она в обуви может ходить где угодно, а комната, это не особое какое-то заведение и место, это комната, есть просто комната. На следующий день студенты вышли с протестом против этого преподавателя, выступали на территории университета. Конечно же, за преподавателя заступились и другие студенты светские, но по факту было там два лозунга, с той стороны, с одной стороны, это исламское движение остановить невозможно, а с другой стороны, Турция светская, она останется светской. Конечно же, эти споры так и продолжаются, чем ближе у нас выборы мартовские, тем, конечно, больше этих тем у нас всплывает, и они будут продолжаться. Хочется отметить, что не только на территории, где были землетрясения 6 февраля, вообще в Турции очень часто у нас тут перестройки, кстати, президент подписал указ и муниципалитет Стамбула о том, что в Стамбуле очень много домов будет перестраиваться в ближайший год. Вот подписано. 350 тысяч жилых помещений в Стамбуле будут реконструированы. По поводу компенсаций. В рамках этой программы будет предоставлена финансовая поддержка полтора миллиона лир, 100 тысяч лир на аренду жилья и 800 тысяч лир в качестве безвозмездной помощи жильцам. И оплата кредита за потребительскую квартиру начнется после передачи домов в эксплуатацию. То есть люди могут брать кредиты, потому что жилье, конечно, оно не полтора миллиона лир, конечно, стоит. И вот эти кредиты, которые будут браться, их оплата будет процентов заманаться только после того, как уже готовое здание достроили, и его отдают ключи в эксплуатацию. Люди заезжают на новое, где уже, условно, твой старый снесли, новое построили, ты, например, там взял какой-то кредит, вложил эту компенсацию, что-то там выплачиваешь в перестроенном здании, и только с этого момента ты плачешь этот кредит. Очень хорошие, конечно, условия классные, но хочется отметить, что когда идет перестройка, это, скорее всего, турецкие рандомы, турецкий авось, которые тут существуют, не всегда подконтрольный снос зданий является подконтрольным. И за неделю буквально несколько, минимум 3-4 случая, когда обрушивались здания рядом со школой, но школу, слава богу, и детей, учебный процесс тогда был днем, это история, здание не зацепило, он там все завалило просто пылью. Буквально засветился мой район не так давно, тоже на прошлой неделе перестраивали здание, оно упало, просто куски его, бетон обрушился на проезжую часть, и перекрыло так пробками у нас весь район. И соседний, остался маленький участок просто на одностороннее движение. В общем, этот турецкий рандом, странный авось, дома рушат, перестраивают, молодцы, но очень часто рядом с собой это несет последствия, обрушивается на соседние здания, на дороги. Кстати, хочется отметить, что прошел уже первый полет Минкс-Стамбул, открылись прямые перелеты в Беларуси-Стамбуле, это Southwind Airlines, она стала новым партнером национального аэропорта Минска. Это будут регулярные рейсы, первые рейсы уже прошли, если кто-то летал, напишите комментарии, время полета будет 3,5 часа. Вот так мы заканчиваем этот год, это новость о последней неделе здесь, в Турции. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы продолжаете смотреть мои выпуски на YouTube, ставите лайки, пишите комментарии. Очень хочется, чтобы ваших комментариев, просмотров становилось еще больше. Распространяйте обязательно видео в соцсетях, и, пожалуйста, отсылайте ваше видео вашим знакомым, делитесь, и подписывайтесь на, в инфобоксе ссылка на самые свежие новости Турции в телеграм-канале. Мы увидимся с вами в 2024 году, когда у нас появятся новости, будет чем интересным с вами поделиться. До скорых встреч, я вам желаю всем счастья и удачи в новом году, пусть у вас все будет хорошо. Всем пока!